Сильнейшие самбисты Ямала продемонстрировали мастерство борьбы. В спорткомплексе «Лидер» состоялся чемпионат и первенство округа памяти сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибших при освобождении заложников в Беслане. Эти соревнования стали уже доброй спортивной традицией. Первенство по самбо памяти офицеров спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» проходит в Муравленко ежегодно более пяти лет. В этот раз в соревнованиях приняли участие борцы из семи муниципалитетов округа. Я рад, что такие мероприятия проводятся, потому что наши воины, герои должны всегда оставаться в памяти, мы должны их поддерживать и проводить это через поколение. Я считаю, что это заслуженно, это все для их памяти и чтобы мы их помнили. Это колоссально важно. Мы команда Губкинска вообще и также ребята у нас, допустим, с других округов муниципальных образований обязательно всегда приезжают на это мероприятие. Мы поддержим. И, конечно, соревнования очень значимы. Спортсмены из Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салихарда, Красноселькубского района и Муравленко от 15 лет и старше состязались в 11 весовых категориях. Каждый продемонстрировал техничную и зрелищную борьбу. Среди участников новички и более опытные самбисты. Максим Доронин из Муравленко, например, тренируется всего год, но уже достиг отличных результатов. На этих состязаниях он занял третье место. Было довольно сложно, так как в прошлой неделе я полностью отбалил на тренировки, не хотел и растерял свою форму. У меня довольно хорошая физика и можно сказать, что я почти всех противников выигрываю только на физике. А Дмитрий Игнатов стал вторым. Спортсмен тренируется 11 лет и на достигнутом останавливаться не собирается. К сожалению, так хорошо, что это соперник, ему так удобная позиция попалась. В принципе, чувствуется, что человек тоже, ну, мастерство есть, хороший борец, прям достойный соперник. Но я не скажу, что здесь есть какие-то недостойные, то есть все хорошие. Вот, буду надеяться, что смогу еще показать свою борьбу дальнейшую. Высший класс борьбы и спортивную выдержку показали не только юноши, но и девушки. Ирина Покачева, подающая надежды спортсменка из Муравленко. Две встречи на этих состязаниях она провела с серьезным преимуществом и обошла своих соперниц. В финале же боролась из последних сил, как и подобает настоящим чемпионкам. Итог – первое место. В целом было сложно, но мне удалось победить физически. Я, наверное, буду сильнее. Кроме первенства округа, в спорткомплексе «Лидер» провели и чемпионат Ямала по самбо. Участники от 18 и старше боролись в абсолютной весовой категории. Лидером соревнований стал Чингис Баабеков из Муравленко. Второе место занял также муравленковец Кирилл Верховодов. Третье поделили самбисты Нового Уренгоя и Надыма. Впереди у участников первенства и чемпионат Уральского федерального округа, которые пройдут в середине декабря в Челябинске. Здесь у лучших ямальских самбистов будет возможность отобраться на всероссийские состязания. Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко.